так друзья мои добрый день вы на канале блогер мэн есть у меня вот тут несколько телефонов есть такой вот приборчик радикс люпин а значит будем сейчас смотреть как эти смартфоны дрючат наши глаза по-другому даже как-то не выразиться значит есть у нас тут телефон компании tecno популярный нынче есть у нас телефон компании infinix конечно же у нас есть samsung это galaxy s20 ультра но до с 24 линейки ребят это не особо важно какого samsung они все будут плюс-минус одинаково терроризировать ваши глаза условно говоря iphone 11 у нас есть популярнейший наверное всех времен и народов так скажем а а это у нас ван класс 11 про ребят кстати ребят ставьте лайк чтобы стоял у вас у меня это очень важно чтобы у нас с вами стояла напишите в комментариях стоит ли у вас стоит ли у меня до лайк и iphone 14 про ребят у нас есть тоже популярный вот в принципе не особо важный какой у вас iphone да или это плюс-минус будет тоже самое смотрите что мы делаем с вами мы выкручиваем яркость на максимум это у нас телефон компании tecno у нас здесь айпи с дисплей и вот у нас на самсунге допустим тут amoled естественно да а чё у нас тут еще может быть здесь мы с вами тоже выкручиваем яркость на максимум ставим конечно же белую тему для этого идем дисплей светлый и давайте вот смотрите какая разница я включаю радикс люпин видно видно и кладу его соответственно дисплей и смотрим что у нас выдает samsung 40 с половиной процентов шим то есть 46 видите как думаете нормально это на полной яркости то есть на 100 процентов напишите в комментариях как вам результат здесь у нас телефон сто раз дешевле на старте продаж этот стоил гораздо дороже 120 27 ну короче полтора процента пульсация норм норм так следующее у нас опять же им феникс идет который у нас тоже соответственно на полную яркость идет и у него айпи с ребят дисплей давайте кладем сюда радикс люпин тоже видим чуть побольше пульсация учтите вот видите техна поменьше пульсация ну тут 148 что в принципе незначительно больше iphone 11 ребята у которого тоже что айпи с дисплей верно кладем радикс люпин на него и смотрим у него 042 даже ниже ух ноль двадцать короче пол процента у него пульсация ничего себе это у нас ребята чё это у нас ван класс 11 про а давайте-ка проверим насколько у него пульсация это у нас amoled дисплей а у него пульсация 463 процента ну короче пять процентов ближе к пяти ну как вам это в ван класс один спрорит поэтому я рекомендую кстати ссылки будут на все телефоны где покупал на алиэкспресс будут в описании к этому видео также ребята iphone 14 про выкручиваем на максималку соответственно яркость и смотрим это амолед дисплей естественно тоже на айфоне и смотрим сколько у нас процентов одиннадцать с половиной процентов то есть ван класс один спрос его амолед дисплеем дает конкретно айфону познать кто тут папочка смотрим еще раз короче фу ван класс это реалми прошу прощения это же реалми ребята я но это же понимаете это все бибики иван плац реалми вот или блин можно сказать статью варя вам плац тоже хороший там показатели по шиму да кто у вас победитель ребят понятно что с айпесом тут никто не может конкурировать да это очевидно понятно смотрим но вот это вообще дичь вы смотрите чё это чё такое у меня кстати есть samsung galaxy watch 4 давайте посмотрим что они как себя показывают вообще чё они нам предложат да тут из-за темный дисплей блин я не знаю куда мне отправиться чтобы был белый дисплей не знаю так ладно чё нас все гаснет ну и как бы темный дисплей так понимание особо помогает самсу гуля часам samsung то есть у нас все равно тут шим дик дичайший просто даже так у нас шим 35 процентов либо даже на часах samsung а вы не видите стопы 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 вот теперь видите теперь вы сами все видели ребята смотрите пожалуйста 43 процента практически уровень пульсации на часах samsung при этом ребята сейчас я попытаюсь достать еще одни умные часы это blackview w50 сколько же у нас здесь уровень пульсации будет интересно я хочу сказать что ребят здесь у нас не амолит дисплей на вот этих часах то blackview w50 но шимит они дико я это я для чего сделал вам показал не только ребята амолит дисплей дико шимит но и обычные и пески тоже за счет того что очень некачественные дисплеи добывают то есть вот амолит и у него пять процентов пульсация понимаете короче ссылки на телефон и меня постоянно атакуют оставлять ссылки оставлять ссылки хорошо оставлю я ссылки только пожалуйста успокойтесь все оставлю iphone 14 про как вариант из всех этих телефонов до 11 и уже многие считают устарел типа того я так не считаю если хотите чтобы поменьше страдали глаза iphone 14 про очень хорошо себя зарекомендовал по моему мнению понятно все ай пески тоже хорошо себя зарекомендовали да вот но лучше всего конечно ребята это real me 11 про себя зарекомендовал потому что у него и амолит и хорошая цена и шима нет практически ну до 5 5 100 процентов там это это не о чем вообще как говорится да вот понятно вот хорош дизайн кстати сейчас тоже снимаю на real me 11 про сейчас покажу потому что качество картинки очень хорошие многие могут сказать и чуть не так чуть не то да ты наверно какую-то зеркалку снимаешь это реально кстати не реклама вот пожалуйста снимаю на real me 11 про тоже даже не плюсовую версию вот так что вот такие вот ребята объективные у нас сегодня видеоролик получился ставьте лайк чтобы стоял у вас у меня это важно чтобы стоял на лайк вот подписывайтесь на канал блогер мэн пишите в комментариях свое мнение как учу думаете да и по поводу этого я считаю что это капец это очень жестко садит глаза ребят желаю всем удачи до скоро пока